Всем привет, дорогие зрители и подписчики канала Стрим ТВ. Приветствуем вас сегодня с трансляцией турнира Light Summer. Нас сегодня ожидает действительно интереснейший матч. У нас встречаются такие коллективы, как Альянсы против Пингвинов. Альянсы победили в прошлом матче Eternity Advanced. Это было неожиданно для всех. Ну и сегодня мы, надеюсь, увидим красивую игру. Комментировать буду я, Адель Делинс, а моим напарником будет Антон Чортик Еретейк. И за картиночку в ответе Саня Санчес. Привет, Антон. Привет, Адель. Привет, зрители. И знаешь, вот борда здесь напоминает мне это двухстороннее противостояние, где сильнейшая сторона должна победить слабейшую. Слабая сторона у нас синяя, сильнейшая красная. Ну вот посмотрим, как первый раунд пройдет, и дальше будем по Нахатан, как говорится, отлистывать. Потому что разные ситуации бывают, и сегодня, возможно, нам новое покажут оба коллектива. Пингвины у нас, понятно, выбрали самоковода уже себе, это Калиб. Ну а Кеня будет выступать за ребят из Альянсов. Возможно, так и останется все. Думаю, что никаких потасовок здесь других не будет. Основанность на предыдущих матчах. Ну вот и первый раунд начинается уже. Да, первый раунд начинается. Делиты есть на карте. ДАшку сохранили все-таки Альянсы для себя. На флагштоке ее будет забирать Пати. Я так думаю, самое время предстоит составы. Представлю я Альянсов. За них будут играть Пати, Кеня, Такси, Фир, Григолова и Тотти. Да, Фир, кстати, уже забирает дроп определенный на базе. Калиб здесь страдает от него. Сзади аптечка есть. Григолова будет тоже залетать. В общем, заход такой мощный. Нужно быстро разбирать Григолаву. Калиб объезжает стороной и будет блокировать с другой стороны уже его. Ну, нужно много сделать. Ох, прострел какой шикарный. Шеклет пытается заблокировать. Отличнейший сквозной рельс. Григолаву одну рельсу нужно всунуть. Блайнд выдерживает. Ну, пока его самока добивает. Добивает. И Григолова продолжает свое движение. Очень неожиданно. И парни страдают. Флажката нет. Флажката действительно нет. И Григолова, в свою очередь, успевает доехать до аптечки. Он теперь абсолютно целый. Получает уже одну рельсу. Файнал стейдж есть на сотке, на двойном дропе. Но его остановят сейчас, я так понимаю. Григолова может спокойно выезжать. Ну, отличнейший фокус от пингвинов. И сейчас блокает. Блокает Тотти отлично заблочил. И Пати поставил все-таки флаг. 1-0. Выходит вперед Альянсы. За силу. Да, там быстро, неудобно флаг был для ребят из пингвинов на фоллдропе. Залетал у нас противник. Григолаве только спасибо можем сказать. И вот следующий флажок, как видим, забирают ребята. Пингвины теряют его. Теперь уже внизу. И файнал стейдж. Файнал стейдж, конечно, у нас находится на флагштоке у противника. Единственное, Пати там с ДДшной рельсой очень большие проблемы доставляет. Шаклит пытается размонсить и Григолаву сверху. Паша прыгал. В общем, надо было сливать. Но Пашка не сливал. Ребята из пингвинов у нас следующий. Это Калик, Пашка, Шаклит, Блайн, ГГРЭК и Файнал стейдж. Он всех назвал. И вот продолжает Григолаву тащить. Калик на ДДшной смоке. Одна. Опа, опа. А вот сейчас будет размин, я так понимаю. Нет. Хотя нет, будет размин 100%. Потому что такси должен спрыгивать, либо фир подхватывать. Файнал стейдж есть на фулл дропе. Забрал он весь дроп у противников, у альянсов. У них ДАшку отжал, у метро. И на малом мосту ДДшку. Но правда, ХП оставляет желать лучшего. И поэтому он сейчас погибнет. Пати его добивает отлично. И Калик есть на подхвате. Да, Григолаву вновь тащит за свою тиму. Подбирает флажок. И вот направляется на разменное кольцо. Есть под угрозой, кстати, флажок, увезенный пингвинами. Здесь, скорее всего, возврат. Да, будет возврат. И Григолава тянет. Тянет второй флаг. Это очень опасный момент. Не могу понять, что это ребята не собрались еще. Действительно, они собрались. Но это как раз-таки может быть на руку. Потому что, может быть, сейчас видим новых призеров каких-нибудь. Возможно, возможно. Шакли. Финалстейдж шансы-то имел, пока не получил рельс. Парочку до подбора брони. Блайнд у нас на нитре. Уже с респа пытается. Кенни его видел. Но, скорее всего, не будет просчитывать. Или его просчитает. Дают рельсо. Отлично. Блайнд пати снизу на ДД. Ловит уже рельсо. И вот смотрим на него ДДш. Но блайнды, кстати, сливают. Сливает. И Григолава тоже слит. В общем, Кенни остается единственный. Кто там в атаке. В дефе. В дефе. В финалстейдж. Ах, если бы не пати с ДДшкой, можно было бы увозить. Можно было бы действительно как-то цепляться за этот флажок. Но теперь есть пати, который не промахивается. Выдаёт стопроцентные рельсы на своём хантере. И поэтому в дефе как раз-таки сейчас всё отлично у альянсов. Ещё есть 6 минут до конца. Ну, посмотрим, посмотрим. Как раз-таки скоро будет падать дроп на флагштоке. И пати тут как тут. На своей ДДшке. Им будет забирать явно эту ДАшку. Ещё падать ускорение. И продавливать малый мод нужный ему. Потому что в скором времени будет так же и у ДАшка, и у пингвинов. Да, неудобно там становится ребятам из пингвинов вообще тянуть свой деф. Постоянно какой-то заход получается. Они отбиваются и от такой не могут организованно выполнить. Григолава на броне уже, конечно, биты. На одно остаётся. ГГРЭК один. Файлл стейч тут. Ну, ничего. Файлл стейч не можно сделать. Так, у-у-у. Шаг лид. Неплохую рельсу выдает по Тотте. С другого конца карты. Сливая последнего дефера. Давай, возможно, сейчас блайнду и ГГРЭКу пройти. Пробить, так сказать, брешь в дефе у Альянс. Блайн заходит за Гэшку. Но есть Кеня. Есть Кеня, который сбивает рельсу блайнду. И, скорее всего, он здесь никуда не уйдёт. Собственно, и происходит. Кеня его сливает. Есть Файлл стейч ещё на двойном дропе теперь уже. По соточке он будет заходить. Кеня. Кеня попадает в свою смоку в эту дырочку. И ещё... Смотри, ГГРЭК тоже там попадает. Неплохо-то раздамаживает пати. Файлл пытается отвозить. Там нету никому, чтобы дать рельсу. Файлл нужно прикрывать. Снизу Григалава даёт одну рельсу. Григалава, в принципе, может вернуть. Нет, там Калеб неплохо смоку это отрабатывает. Есть слив. Нужно продолжать движение. Такси, кстати, успевает уже подбирать. Фир тянет. Пати, Пати. Что же сделает Пати? Пати может наверх ещё подобраться. Файлл может его прикрыть. Нет, по-моему, должны доставлять. Только надо Пати дать кучу рельс. Сбили. Сбили обоим игрокам это Фиеру и Пати. Поэтому Шаклик спокойно поставил флажок. А2-1. Начинается камбэк у Пингвинов. Но есть Григалава, который на ДАшке своей заходит. ГГРЭК абсолютно на 0 хп остаётся. И Григалава его сливает. Пашка также в дефе. Ну, Каля будет с ДДшкой. И там, конечно, ДДшная смока скажет ребятам всем, кто хочет зайти. Прощай. Бай-бай. Ну, такси вот влетает. Такси, кстати, ещё жив. Такси неплохо. Разбирают там ребята ДДшного смоковода. Пашка, Шаклик, в общем, на одно остаются. Ну, такси один, конечно, ничего здесь не делать. Хотя Григалава вновь на броне, как и Пати. В общем, нужно смотреть за такси внимательно. Такси нужно спрыгнуть как можно быстрее. Но довозят. Он всё-таки буквально безопасная зона. Но есть Калеб. У Григалавы нету резиста от смоки. Пашка ещё неплохо забирает аптечку. И Григалава будет спрыгать. Григалава уже внизу. Да, не надо было отпускать вниз. Калеб на дно остаётся. Там его лупит смока сбоку. Это Кенни у нас. Фер пытается отобрать. И Блайн пытается заходить. Ну, Блайн один совсем. И нужно Фер добивать. Ребята, горит флажок. Да, Пашка добивает всё-таки его отличнейшим прострелом. И есть Пати на подхвате. Пати на подхвате. Да, Гагерек будет выступать в качестве мансующего такого парня. Будет залетать в тылы. Здесь есть рельса. Фер может погибать. Здесь должно отбирать. Да, Гагерек успевает отвезти хотя бы на Блайн. Да. И вот тут Файнл должен возвращать, в принципе. Если Тотти подбил. Подожди, Шакрид промазал. Шакрид промазал и Тотти сбил. Сбил рельсу Хантру в голове. Файнл стоит же. И просто получается засейвил этот флажок. Сейчас. Две с половиной минуты остается. Точнее, две сорок семь. Такси живет на флагштоке. Это очень хорошо. Ой, Блайн. Блайн-то, конечно, страдает очень сильно. Если Кенни зайдет, будет печально. Нужно вверх уже уходить Блайнду. Отлично. Блайн-то ушел на размены. И вот теперь предстоит ребятам задача вернуть. И, кстати, Блайнда бы заменить. Потому что он все-таки на пол-ХП даже одну рельфу не вытерет. Ну, в принципе, сейчас респы должны быть. Но Калиб все правильно делает. Он должен продавить один из флангов. Дабы не зашли сейчас альянсы на возврат. Отлично. С маковода слили. ДДшку пытается отжечь Калиб. Калиб будет забирать ее. Пати снизу ничего не может сделать. Единственное, что он атакует, это... Точнее, атакующих сливает. Калиб будет через правый фланг проходить. Там такси с Кенни просто жмется к нему. И, главное, рельсу себе не пропустить. Да, на Шеклида пропускает. И Пати будет еще и ДДшку в файнал забирать. Обнуляет ДДшку. Калиб справа пытается разобрать двоих. Одного снял. Григолава еще с броней. В общем, Григолава, как всегда, у нас... Я не знаю, Калибу нужно сейчас будет туда посмотреть. Нет, на возвраты Григолава должны уже разобрать. В 5 танков должны. Хотя он сток аптек уже подобрал на пути своем. Неплохо, неплохо. Тотти попадает по смаководу. Сейчас по Калибу такой пиксель поймал. Просто жесткий, жесткий пиксель. И по фокусу разобрали флагшток красных. И сейчас Кенни будет занимать, так понимаю, домик вместе с такими. И Пати, посмотри, Пати тоже опять забирает броню. Не, не жаль. Не успевает, ребят. Как жал, да. Малой. Малый Васпик все-таки успевает забрать эту ДДАшку. Но Григолава выдает неплохую рельсу. Еще так же помогает Фир. Ну смотри, вот сейчас Альянсы чисто дают у нас ребят из пингвинов. Нету захода от пингвинов, чтобы они хотя бы до флагштока доехали, который удерживают. Блайнд единственный, кто сейчас залетел. Но Григолава увидел и сразу с ДДАшкой его вынес. То есть неприятно происходит на карте. Григолав с ДДАшкой тут, конечно, мало что сделаешь. Ну, могу сказать то, что Альянсы явно подготовились к своему противнику. Потому что они контролируют абсолютно все фланги. Забирают вовремя дроп и занимают самое главное, как мне кажется, на борде. Именно за синюю сторону это занимать красный флагшток. Кстати, Файл все-таки переоделся. Одевает он Харька. И вот теперь будет выступать в качестве атакующего на Харьке. Срезистом от рельсы тоже. Такси влетает на базу. И вот тут, конечно, проблемы. Шокет может получить рельсу будет. Возврат нет. Там есть резист от рельсы. Гиберек, пожалуйста, не по двойную. Кенни еще сзади. В общем, отвозят не туда. Шоклет. Ну, понятно, 9 секунд до конца. Они хотят поставить. По-моему, сейчас возврат будет вообще для Кенни. Да. Я не верну. Сейчас будет возврат. 3 секунды до конца. Ну, там, знаешь, на размене у Синих, у Альянсов, были большие проблемы. Но Тотти, Тотти зарешал там. Выдал отличнейшую рельсу. По-моему, он даже сквозную. И буквально засейвил этот флаг. Который могли возвращать пингвины. Но 2-1 у нас счет в этом раунде. И Альянсы ходят вперед. К слову, к слову, пингвины являются призерами межкланового чемпионата. Они заняли там третье место. И последний турнир, последний турнир, который проходил, был сетапы. И они там победили. Выиграв краску звезда. Ну, действительно, действительно, дорогого стоит выигрывать таких противников, знаменитых, я бы даже сказал. Так, так, так. Ну, второй раунд начинается. Посмотрим, что же продемонстрируют у нас в этом раунде Альянса. Потому что, если они смогут выиграть и второй раунд, то, скорее всего, третий раунд будет так же в их копилке. Но пингвины, пингвины, обидно было то, что они не сдавались. Они сдавались, и поэтому... Обидно было это. Кто-то так сказал, обидно было, чтобы пингвины не сдавались. В смысле, обидно? Я не сказал обидно. Обидно, говорю, было. А, видно было? Да. Да, ладно, слово одинаковое. Сейчас посмотрим, конечно. Второй раунд принесет плоды какие-то точно в копилку пингвинов. Я так рассчитываю, чтобы была играть честная. Точнее, не честная, а равная. То мы увидим еще раунд сейчас за пингвинов. Вот, чтобы не так быстро мы заканчивали сегодняшний день. Вот. Битва у нас жаркая, потому что ребята точно и перед первым раундом, и перед вторым расписывают свои таймерки по дропу. Сейчас мы увидим новые дропы. Кстати, вот хочется заметить, что когда начинался предыдущий раунд, у альянсов были обе брони на их базе. То есть, обе брони были. У пингвинов по нулям. Ну, то есть, вот так распределились там, где что сейчас будет у пингвинов. Сейчас увидим. Вот видим, что пока что поле пустое. Тогда уже было две брони лежали. Не трались только одна. Ну да, ну да. Действительно, в прошлом раунде дроп для альянсов был очень-очень удачным, я вам даже сказал. И поэтому они, скорее всего, поэтому вышли вперед. В первом раунде. Так, неплохо сейчас заходит Гореголова вместе с такси, но Гореголове Шаклид сбивает. Да, Калеб сзади вообще их обошел, это так нагло было, что он объехал всю базу и приехал к ним сзади. Просто две рельсы сбиты, погибает Калеб. Шаклид остается один. Пашка должен смотреть на свою базу. Гореголав еще живой. Фир. Таксо, подожди, таксо на подхвате. Дэшки со своей базы в Final Stage, а тот пытается увозить. Ну, Фир это залейте. Таксо на подхвате, и он увозит. Он неплохо, неплохо сливает также Шаклида, но не забирает Дэшку. К сожалению, есть Пашка, который оставляет Дэшку под своего смоковода, я так понимаю. И Пашка сливает также флажок. Фир на подхвате, нужно передачу. Нужно передачу, но Гореголова будет стоять. Будет стоять на Дэшке, дожидаться ее, поэтому сейчас фактически на 90% флактов сейви. Но есть Шаклид вместе со Сердцевым, они на двойном дропе сбивают среди са Шаклиду. И Гореголова будет сейчас страдать. Нужен фокус, нужен фокус очень сильный от Пингвинов, но его нет. Его нет и... Да, Фир до сих пор на Дэшке, нужно ему Калеба доливать. Отлично. Есть, кстати, аптечка. Такси будет ранен, но не совсем как бы хотел Калеб. Все-таки не дает ему возможности слить этот ВАЗ. Такси еще жив в Кене, продолжает на смоке раздамаживать базу противника смока у Дэфи. Это, конечно, не очень приятно, когда сзади лупит. Калебу нужно, конечно, переиграть в Кене. Получится или нет, сейчас увидим. Вряд не найдется ХП. У-у-у, но Кене тут почти переиграл Калеба. Ну да, там было сбитие прицела, явное дело. Вот Фир залетает, кстати, сзади не видел я его. На Ассертива надо помогать ему, парню. Отлично, сливают Ассертив на один остается. Файнал, файнал снизу. Файнал, конечно, под крепку кого-нибудь видеть. Ну, Григолава на Дэшке, это, конечно, мощно. Попытался, пытался, пытался Файнал Стейдж. Файнал Стейдж пытался законтролировать Григолаву, но явно прошла инфа сейчас. И Шаклид не попадает по Григолове. Это было очень-очень печально, но зато вторую сбил. Вторую сбил, и поэтому должен сейчас 100% разбирать Григолаву. Ему также помогает Блайнд. И поэтому сейчас Шаклид будет еще аптечку забирать. Аптечку на флагштоке и будет жить. Будет жить на своем Хантере. О, Каля будет отжимать ДДшку. Это, конечно, мощно, даже если сейчас погибнет. Все равно это классно, классно, когда отжимают ДДшку у противника. Файнал через правую фланг это зайти. Шаклид еще там живой, пытается заходить через тоже тылы. Прямо две рельсы впитывают, но ему помогают. И, в принципе, здесь только еще пару рельс с той стороны. Будет отлично. Тотти на одно остается. В общем, пока что немножко Альянсов прижали, ребята. Прижали. Шаклид еще жив, кстати. Никто его вообще не хочет сливать. Григолаву сейчас посылает, по-моему, позывы, что нужно слить его. Да, и Тотти на одну. Тотти на одну, но фейру будет заменять. Опять-таки Калеб заходит. Ну, ты посмотри, четыре, пять игроков скопились рядом с флагштоком. Там, смотри, фулы есть даже у пингвинов. Блайнд будет их подхватывать. Да, будет собирать все фулы. Ну, главное, их не про... Не потерять. Да, ну, мы все услышали это слово. Да, и, кстати, Пати, Пати, ну, что, посмотрим. У Блайнда... Ну, Пати, ну, куда ж ты... Да. Ладно, Блайнд тратит пока свои секундные моменты. Как они давят, как они давят, сейчас Пати будет страдать. Это будет по-трайну. Ну, там тройные рельсы просто вылетают, и Пашка должен ставить. Хотя у Фера еще есть шансы, но Калин с ДД-шкой вымчится, говорит, я тебе не отдам ничего. Ну, по сегодняшним моментам, да, доставка. Ну, там чистый флаг был, я не знаю, Альянса, по-моему, все на респе оказались внезапно. Они сначала зажались, а потом, когда уже подошло время дропа, просто пингвины собрали этот весь дроп, и, как бы, они продавили просто их. Вернули флаг. Ну, выходит вперед, теперь-таки уже пингвины. А это значит, что мы, мы наблюдаем интереснейшую, интереснейшую, просто максимально интересную за весь этот турнир, как мне кажется. Такс, такс, такс. Файлл Стейдж есть на подхвате, но его разберет Кенни вместе с Тотти. Еще Кенни также аптечку забирает. Нужно попадать, нужно попадать, сбивать лицо блайнд, но не получается у Тотти законтролировать его. Но есть Кенни. Кенни на своей смоке, он может стрелять раз в секунду, и поэтому будет, скорее всего, разбирать блайнда. Так, а Файлл Стейдж-то контролирует свой дроп, находит двойные коробочки, забирает также аптечку. Нужно попасть по Кенни, отлично попадает по нему, но нужно еще как минимум две свертушки. Свертушки сливает смоковода и едет. Едет давить Дейфера Пати. Есть еще также Тотти. Тотти выдает рельсу, отлично. Но Файлл Стейдж-то танкует, и по нему нужно очень много рельс выдать. И также блайнд забирает Дашку в деревне, отстреливается по нему Пати. Ой, там большая проблема у ребят из Пингвинов. Пашка пытается задейфить Григалаву. Шакли должен забирать броню. Григалава на одну, и просто блайнд сейчас может просто пострадать и потерять флажок. Там много рельсов надо выдавать. Григалава через всю базу, некому прикрыть его. Точнее, некому его остановить. Броня действует до конца. Это будет доставка. Явно дело пахнет жареным. Кеня просто засевил свой флаг. Максимально на 90 тысяч процентов, я бы даже сказал. Потому что он кинул в минус Кантера, Файлл Стейджа. И такси также конвейером увозит флажок. Нужно Тотти спуститься вниз, не поставиться по ДДшную рельсу. Есть фокус от Пати и Тотти. И подхват. Подхват, и нужно довести. Довести доверху такси. Такса будет на подхвате, все отлично. И он увозит. Он увозит. Как же пытаются отфокусить пингвины? Как же они не ездят к ним на респы. То есть они чисто смирились с тем, что у них вводит флажок. Это не очень. Мне нравится. И Кеня вновь ставит флаг. То есть ребята доставили второй флаг за минуту. Что-то пошло не так. Файлл Стейдж, соберись. Файлл Стейдж, соберись. Но он согласен. Они один флаг довезли, и теперь два сразу на конвейере про... Потеряли. Да, потеряли они. Потеряли, потеряли. Действительно. Но сейчас четыре игрока начинают отыгрывать от Альянса в дефе. Это Греголова Кейни и Тоти. И Тоти и Пати еще. И поэтому... Неплохо, неплохо прожимают также Альянса сейчас яму. И забирают Греголова ДАшку в Файлл Стейдж. Просто обокрал. Обокрал Греголова в Файлл Стейдж. Да, Шакли пытается забрать броню. Не получается. Но все-таки получается. Да, броню отжалована Васпа. Момент использовал отлично. И четыре танка просто в дефе на красном флагштоке. Заставляют себя знать. Ассерти будет залетать на двойных. Но тут, конечно, не хватает ребятам чуть-чуть. Наверное, все-таки какой-то скорости. Греголова может сейчас опять броню зажать. Не успел он нажать броню в Файлл Стейджа. Просто нереально теряют свой дроп. Не очень классно. Им не очень это нравится. Файлл будет страдать, конечно. Дэш на рельсы. Так, Си прям его раздамажил наполовину. И Файлл пытается добраться до аптечки. Ну, получится или нет, сейчас увидим. Не успевать. Фера он слить. И Блайн все-таки пытается вниз отвести флажок. Ловит рельсу одну. Вторую слить или нет. А ты посмотри. Посмотри, как все игроки Альянсов были на респектах. Сейчас единственный такси выдал рельсу по флагу. И Шаклит на своем хантре подхватывает. Такси заберет. Нет, не забирает ДДшку. Да, да. Гене осталось только слить, чтобы он ДДшную сумаку там не раздавал. Шаклит не высовывается. Дога выжидает. Ассертив там сзади просто накидывает с респок. Греголова пытается отвозить. Ну, Калиб, Калиб сейвит флаг. Тотти остается один на ДД. Тотти сможет ли... Тотти решает. Кефир есть, кстати. Тотти решает. Подожди. А-а-а, не успевает, не успевает. Ну, Файл нужно проехать большое расстояние, я бы сказал, если не громадное. Потому что там три человека из дропа могут сейчас превратить... Сейчас, смотри. Там Греголова, там... Ну, короче, там все просто. Ой-ой-ой, а это, возможно, будет возврат, потому что Кенни выдержит рельсу, но есть... Шаклит. Шаклит. Ну, Фир, Фир вернёт, да. Фир, Фир и Тотти, они просто сейчас будут зажимать. Есть рельса, и Фир возвращает этот флаг, и Греголова увозит просто. Что так же, по-моему, рельсуют. Рельсуют действительно выдал никуда, и Файнал Стейдж подхватывает ДАшку. Едет просто давить по большому мосту, но понимают, ребята, с Альянсов, то, что нужно как-то заблокировать именно Файнал Стейджа, потому что на своей ДАшке он может нести очень много импакта, и сейчас зря Кенни его пропускает. И так же есть Шаклит, и Греголова просто пытается, пытается, так сказать, подставить... Файнал Стейдж в итоге вернул, в итоге. Смотри, Кенни может сейчас пострадать. Блайнд одну рельсу дать бы, и ты увезешь. Ну нет, там много, рельс влетает. Такси пытается отвозить, то есть на всех заблокировал там сбоку. Да, здесь, конечно, неприятная ситуация. Отвлекает на себя дроповых игроков. У Калибы на вертах, ну вот так надо ехать, ничего, время ждать, 30 секунд, но тут уже не успеть. Опять счет 2-1, просто, не знаю, там нормально вначале заходило, но два флажка пропустили, просто молочко. Ну, если честно, Альянсы могли выигрывать со счетом 3-1. Если бы Кенни просто бы не отпустил того самого Файнал Стейджа, который вернул флажок. Ну, второй раунд. Как бы странно это ни звучало, но уходит также в копилочку Альянсов. Вот, поэтому счет становится 2-0. Так, 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 так. Ну, сейчас будет явно жара. Явно жара. Прям жарко, душно становится. От такого... От такой просто игры. Такс, так, такс, такс. Третий раунд начинается. Есть замены небольшие. Я так понимаю, мы вирек заходят на хантере. Такс. Вирек заходят на хантере. Может быть, может быть, кто-нибудь получится именно сейчас. А, я не понимаю, почему Файнал Стейдж? А, ну, если бы, смотри. Если бы, мне кажется, Файнал Стейдж плюс ГГРЭК были на хантерах. Либо же 35-ку на смоку. Вот именно за красную сторону. Потому что, как мне кажется, за красную сторону нужно играть с 35-кой на смоке. 35-30, естественно. Дабы она каталась от дефа. И наносила больше дамага. Как это делал, как раз таки, Кенни. Он играет в 35-ке от смоки и от рельсы. Но сейчас явно будут замены, мне кажется. Явно будут замены. Кто-то должен другое одеть 35-ку, либо же останется все точно так же. Нет. Кенни переодевается. Кенни снимает 35-ку. Все верно. И одевает ее Гри-голова. Гри-голова вместе с Пати. Так, тайминги робот-дропа записаны. Это хорошо. Это действительно хорошо. Потому что Альянс действительно показывают сейчас великолепную игру. 12-й код доставить до начала раунда. Поражат делиты. Все отлично. И падает дроп. ДД-шка есть у пингвинов. На кемпе ее забирает, к слову, шаклит. И слева падает Дашка. Гри-голова ее будет забирать. Получает одно рельсу от блайнда. Второе рельсу от файнл-стейджа. И ДД-шную от шаклиты. И законтролировали. Законтролировали этот дроп просто. Файнл-стейджу не нужно подставляться. Но он все-таки отдал дашку шаклиту. И тот уже на двойном дропе. Он не попадает по фиру. Не попадает по фиру. Но все-таки его разбирает. Как-то не идет игра. Да, да. Пока не идет. ГГРЭК у нас слева фланга. Почему-то на хантере хочет заходить. Не самая лучшая позиция для хантеровода. Вообще отсюда. Ну, тем не менее. Ассортив в центр. Там, в общем, потому что снизу залетает Григолау. Фиры такси. В общем, Калипс с ним разобрался. Файнл у нас переодевает все-таки на харьке. Будет атаковать. Как мы видим, это более средний корпус для него будет. С резистом вылетает он в атаку. Успеет ли? Ну, успеет в любом случае. Там позволяет вытерпеть пару рельс. Кеня на ДДшной смоке получает рельсу. Все-таки от Ассортива. Отжимают они там дроп. Но зато не отжимают Кеня. Да. Ассортив еще жив. Выдержит рельсу. Даст попать. Ну, по идее, должен. Промахнуться. Вроде как. И пока что заход никакой. Хотя ГГРЭК сейчас, в принципе, может с броней еще не трое по сотке. Забрать БДДшку. Забрать БДДшку на малом. Иначе Кеня сделает очень грязные дела. Да нет. Сейчас целлю. Смотри. Ну, файнл посмотри на Кеня. Кто там его следует? ГГРЭК. ГГРЭК неплохой рельсу слил. И он единственный, опять-таки, заходит на флажок. Но сбивает БЛАЙНТ, рельсу. Апати и ГГРЭК может уходить. ГГРЭК может уходить на сотку. Главное, законтролирует свой корпус. Отлично он это делает. Но есть еще также фир на подхвате. Но Шаклид. Каглид будет разбираться. Вместе с Кальбом отфокусили Ребена. Григала. Григала надо законтролить. Калиб должен не ехать просто за ДДшкой. Просто медленно ехать за ДДшкой. Тоти тоже можно слить. Но сзади такси там сделает грязную работу. Да, аптечку-то он забрал. Но Калиб-то еще жив. Калиб жив. Нужно ему только промогать. Продолжать дамажить его Тоти. Тоти жив, кстати. Тоти жив. Такси еще жив тоже. Броня для Григалавы. Это, конечно, опасный момент. Но должны разбирать Григалаву и Шаклид возвращать. Калиб должен вмешаться в ситуацию. Как ошибаются альянсы? Они просто сейчас очень грубую ошибку совершили. Почему? Там слишком много было ДДшных. Как ты мог Калибр не заметить? Ну, если бы, конечно, Калибр слили, возможно, бы не получилось от этой чернульки. Нужно было бы отконтролировать именно этого смоковода. Он как раз-таки играет не в 35-ке, поэтому 2 рельсы достаточно. Но грубая-грубая ошибка была. Понадеялись то, что Григалава все-таки в целом сможет доехать, подхватить ДАшку и как-то увести на сейф. Но все пошло не в их пользу явно. И поэтому Пингвины в этом раунде выходят вперед. Счет 1-0. Да, пока так. Кенни еще, кстати, жив с ДДшной смокой. Сливает с двух сторон должны. Отлично. Гагарег дает развертушку. И вот выжидает теперь броню свою. Хотя Григалава врывается на базу. Здесь опять проблемы у Пингвинов начинаются. Шакли, возможно, в минус. Хотя положит. Нет. Тот идет своевым путем. Спускается вниз. Дает рельсу. Там прям Final Stage красивые перевороты делают. Дает еще рельсу. Григалава на нулях. Просто одну рельсу к Гагарега. И это будет возврат. Калиб, как ни странно, появляется в внезапном месте и возвращает флаг сзади. Хотя я его вообще не видел, где он респанулся. Ох, отличную рельсу Final дает по фиру. Знал, что там кто-то за домиком. Настрадают пока что ребята из Альянсов. Ну, все впереди еще. ДДшка есть на базе. Калиб, тебе пора на респы. Пора на респы, но не хотят отправлять пока что. Альянс его на респ. Неплохо сбивает Калиб фиру. И также Григалава не попадает. Но все-таки фир добивает наконец-таки. Падает ДДшка также в деревне. Я так понимаю, ее будет пробовать забирать Григалава. Нет уже фокуса. Как раз таки. Там есть, смотри, аптечка. Аптечка есть. Калиб будет ее, смотри, сейчас такси надо разбирать. Смогут или нет, парни. Сейчас мы узнаем. Григалава на нулях. В принципе, это уже не проблема. Хотя Кенни может вернуть. Вернуть. Нет, Блайнд еще жив. Вот две рельсы сзади. Конечно, проблема сейчас доставит. Доставка. Ой, какая доставка. Возврат. Ой, подхват. Подожди, у Ассердева там нет хп просто-напросто. Подожди, он заплачил. Хватит, одну рельсу. Блайнд. Нет, но они две рельсы в молоко дали. Хотя могли, могли. Могли, могли, да. Григалава вновь тут атакует. Атакует такси, сбивает рельсу. Там добивает Ассердев. В общем, и такси летают на респы хорошо занялись. Они правым флангом своим. Потому что все время пропускали через него. ГГРЭК на фулах. И вот Блайнд атакует. Атакует. В принципе, Кеня там еще со смоком проблемы может доставить. Ну, в принципе, знаешь, еще пару респов назад Григалава мог увозить на своей ДАшке. Но он, он не успел просто подобрать до того, как получил ДДшную рельсу. Успел подобрать ту самую ДАшку. Но сейчас он как раз-таки на подхвате сливает такси Шаклида. Он уходит по максимальности его траектории, как мне кажется, запрыгивал в эту канаву. И уходит сейчас по бровке. Отлично. Шаклид дает рельсу. Фир на одну сбивает Ассертифому. И ГГРЭК просто несется по центру. Тотти на одну. Тотти просто дает одну рельсу внизу. Делает это Шаклид. И ГГРЭК по своему, совсем своему траектории. И вообще, как бы, через званные прострелы хочет поехать. Ну, красавчик, что сказать. Шаклид будет довозить. В принципе, здесь должно это происходить. Нет, ты посмотри как-то. Напали Альянс это на флагшток. Там можно возвращать. Подожди, есть Фир и Тотти. Один из них подставляется. Это делает Фир и Тотти возвращает. Это, конечно, такая грязь нереальная. Просто, что делали Ассертиф. Зачем он поехал наверх? То есть, можно же было поблизости стоять. Если что, корпусом заблокировать. Да, вот это, конечно, жадность к ДДшкам. Ну, Блайнд не теряет надежды. Пытается продолжать свои атаки. Берет еще аптечку. Да. Ну, и пытается отвозить. Кто бы помог бы ему. Неплохо отошел. Григолава, кстати, уходит. Недалеко совсем. Но Ассертиф еще может зарешать. Отлично. Шаклид просчитывает траектории. Возврат. Там, кстати, Кеня был на ИСП. Возврат у пингвинов. Да. Ну, есть еще такси. Такси, который постоянно на острие атаки. Есть у него нейтрон. Но два игрока пингвинов. А стоят на страже ДФ. Это Шаклид Ассертиф. Вау! Вот это просто отличная же сквозная рельса была сейчас в ДФ от Григолавы. И он на двойном дропе сейчас может просто залетать. Остался один Final Stage. Респец Ассертиф, но ему сбивают рельсо. Также отфокусили сейчас его. И Григолава. Григолава подхватывает. Григолава нельзя отпускать вниз. Одну рельсу дайте. Ну, все, отлично. Дали рельсу. Это, конечно, мощно. Видишь, один Хантер просто скокот может натворить делов. Ассертиф будет заходить на двойных. Пати ему сбивает рельсу. Нет, точнее, Пати сбивает рельсу. Фир на одну. Шакли будет сбивать. Ну, ребята все биты на одну. Как бы нужно собраться. Потому что Ассертиф дает на жару. Там пытается альянсом в атаке. И ему нужно помочь с этим. Надеюсь, и ГГР как-то выполнит. Там еще Final должен, что ли, подскочить. По-быстрому. Так. Ну, Ассертиф пытается отходить. Пати может дать ему еще рельсу. ГГР прикрывает. Григолава еще, кстати, жив. А вот пати не дослили. И ГГР может пострадать от этого. Григолава. Григолава выдает рельсу. Оу. Вот это он не успевает. Блайнд есть на подхвате. Он увозит. А не Кенни не рельсу. Ты понимаешь, это очень опасно. Куда же ты поехал? Сейчас же рельса влетит. Не, они влетают. Да. Блайнд, конечно, страдает. Ну, ГГР тут как тут. Каля пытается правый флагшток задефить. Файнал там контролит еще подъемы. Броню. Точнее, не броню. Какую броню? А что я говорю вообще? Аптечку там он контролит. Да. Игорь Григолава ставит все-таки. И Вова. Ну, поставили два флажка. 2-0. 2-0 в этом раунде. Как-то не пошла сейчас игра именно у Альянса. Ну, смотри, сейчас Григолава залетает. Это очень опасный момент. Там три игрока просто Альянсов. Они дэмэджем просто раскидали в мизу. Положили. Каля продолжает смыки накидывать. Ну, тут возврат, да. Антаравод должен не пропустить Кэфира. Да. Минуту до конца. Ну, в принципе, здесь, конечно, теоретически возможно два флажка привести. Но, наверное, не в нашей ситуации. Действительно, такие топовые коллективы играют. Но Григолава пытается. Пытается заходить вместе с Фьером. Но два дэфера. Два дэфера. Они абсолютно... Ну, что, еще Файл? Да, но Файл должен был отомстить за прошлый раунд. Это вот знаешь, это просто аплодисменты. Аплодисменты. Да, да. Минус красивый, конечно, был сейчас в исполнении Файл Стейджа. Такси залетает через тылы. Ну, тут мы видели, что были остальные игроки в дэфе. Да, 2-0. Заканчивается раунд на этом счете. Будем смотреть впереди четвертый раунд, где пингвину придется потно играть. Потому что они рискуют, рискуют опуститься в нижнюю сетку. Блан, кстати, еще третий флаг пытается отвести. Возможно, и получится. Возможно, и получится. Но, так. Конечно, на тонику никто не стреляет вообще. Никто не попадает. Извиняюсь, там сказал 2-0. 3-0. 3-0. В принципе, тенденция не меняется. Три флажка в раунде. Правда, в этот раз в одну пользу. Но все-таки три флажка. Будем ли мы сегодня наблюдать пенальти? Интересно. Так, мне нужен Ваня Сотников. А ну, назови его сюда. Он мне нужен. Он нужен пенальти. Ваня по пенальти, да? Да, он главный по пенальти. Вчера мы только с ним смотрели в лице. И там ребята просто нереально тащили. То одни, то другие. В итоге мы вышли вообще на пенальти. Ну, четвертый раунд. Четвертый. А заключительный по основному времени. Раунд. Сейчас мы увидим. Таким же он все-таки будет. Так, есть ли сейчас альянс в игре, то все, конец. Хайпанутый. Да, действительно. Есть, но есть, если вот это. А потому что пенгвины явно не хотят. Я не хотят проигрывать и опускаться в нижнюю сетку. Да, дропы они расписывают. И в принципе вот синяя сторона возможно им поможет. Сейчас в этом... Ну, одеть, конечно, на такой уровень, чтобы прям до последнего раунда тянуть, чтобы камбэкнуть, это... Я не знаю, чего стоит там нервы у пенгвинов. Ну, альянс в принципе вся дорога открыта. Они как бы пока себя комфортно чувствуют. Они действительно пока себя комфортно чувствуют, но сейчас-то дроп. Дроп падает не так, как они хотят, явно. Смотри, там внизу броня сейчас должна отреться вообще, кстати, у альянса внизу. Так. Деревня, да? Ну, первую дашку тени не забирали. Ну, вот выжидают ребята, да, от файла, там где броня. Там сейчас будет сразу после респок, по идее, броня. Поэтому здесь, да, как я и говорил. И внизу, короче, опять дроп со стороны альянсов. Я не знаю, что это за читы, но у них опять дроп первый весь падает. Ну, сейчас... Во втором не будет. Фер, в принципе, может прошмальнуть дроп. Да, ГГРК успевает забирать хотя бы одну броню. Григолау никто... Да, теперь Григолау нужно всем втроем раздамажить. Ну, придется делать всем, иначе про... Плажок, короче, они... Да, нужно аптечку забрать, это делает Григолау, к слову. И он на ДАшке своей может пока что танковать. Танковать очень много урона. Так, сбивает также самоход Калибу. И Григолау его сливает. Есть Final Stage, который будет отстреливаться по Григолауе, но не хватает дамага немножко. Ну, Final Stage может давать, да. Он прячется там за домиком, в принципе, с его позиции... Ох, как фир, таминусанул, таблайн. Такси может вернуть еще, да, Файл сливает. Жесткий заход, прям Григолау вновь будет брать флажок. Никого нету из пингвинов там. И можно везти. Можно везти, ГГРек будет врываться на базу. Но здесь, конечно, опасная ситуация. Тоти может сливать его. Нет, вниз. Успеют ли или нет? Сейчас увидим. Шаклид пытается сливать. Блайн должен возвращаться за флажком. Пожалуйста, возвращаемся. Да, говорит Шак. Блайн будет отвозить. Ассертив продолжает движение. И Кенни там его сзади, конечно, с Макой. Неприятно. Неприятности ему делают. Размен у нас небольшой. Выходит на карту. Еще неприятно. Также Шаклид забрал аптечку на кемпе у Альянсов. И теперь Шаклид дамажит просто обоих игроков. Это Фиера и Тоти. И Тоти уже на респе. А Фиер, к слову, битый. Есть Калеб также на двойном дропе на своей смоке. Он может сделать очень много дел. Правда, он на одну рельсу. Буквально у них такси. Ох, Файл, все-таки не дал по себе стрелять Хенни. Такси в углу. Сливает Ассертив. Такси еще, кстати, в углу. И нужно посмотреть ребятам из Пенгенов на эту ситуацию. С другой стороны. И слить его. Не надо ждать, пока его там кто-то другой сольет. Сам он оттуда не уйдет. Вот Калеб пытается уехать туда. Ассертив туда же едет. В общем, получают при лисе. Сольет ли? Да. Сливают. Наконец-то разбирать. И вот ГГРЭК на Хантер в Соло. Ситуация, конечно, глубокая. Нужно кому-то помочь. В то же время Тотти залетает там на броне. И вот Калеб один единственный, кто может помочь. Посмотри на Патти. Посмотри на Патти, как он бегает от ГГРЭКа. Прилетает также еще одна рельса. О, но подожди, Шагли-то тоже может потерять на возврате. Ну да, будет возврат. Обоюдный возврат. Обоюдный. Ассертив еще жив. Ассертив, кстати, жив. Еще до сих пор с ДДшиной-то рельсой. Неплохо, неплохо. Фирр его только сейчас доливает. Гореголова теряет флажок. И Патти, Патти, Патти на ДД жив. Ну, упоминаю, именем нужно хотя бы один флаг здесь вести. Ничьих не устроен здесь в этом раунде. Да, ничья действительно их не устроит. А в принципе альянсов-то ничья устроит. Серьезно? Серьезно. Ну, ты, Адель, Сеня, серьезно такой. Ладно, у нас Патти, как и остальные ребята из альянса, пытаются выдвигаться на центр. Центр у нас занят, в принципе, да. Пингвинами здесь контроль выполняется отлично, на ура. Такси на нулях, забирает аптечку. Ой, что это за грязь? Я не знаю, как можно было не долить. Там одну смоку надо было калибу вставить, ему и все. Видно, решил отпустить. Блайнд у нас правый фланг. Файнал, кстати, забрал без пистов от рельсы. Дроп фулован. Ну, ладно, это его решение. Капитану виднее. Как и Ассертифу, который ему помогает в этом нечестном бою. Еще, кстати, Григолава делает аптечку. Файнал, файнал, там, на аптечке. Конечно. Конечно, что он, знаешь, так, вальяжно разгуливает по базе противника, не имея вообще резистов, просто, ну, что-то нереальное делает. И отвезет он, конечно, флажок. Но вот Гагарек внизу может помочь вот этим. Да, нужно также забрать дражку в деревне. Кто же это сделать? Я так понимаю, Ассертиф это будет делать. Гагарек будет влетать. Но я не думаю, он не должен увозить там. Нет, он должен увозить. Он будет. Он даже не Кенни ездали. Я еще поти. И вот Григолава дождался, дождался свой дроп. И вот теперь, конечно, проблема у Пингиза начинается до некоторых пор, пока Калибр не забрал дэйферов. Почему? А почему? Почему Блайнд не забрал дэйферов? Как они дэшку сейвят в деревне? Ну, я не знаю. Как они вообще увезли флаг? Мне вопрос. Они увезли отфокусив дэйферов. И вообще всех отфокусив на карте. Ну, вот так все остаются. Калибр развернуть бы дуло. Нет, не разворачивает. Григолава долго выжидать будет. Чувствую на дэшке своей. И он, если едет, то едет жестко. Нужно сливать таксиста. Такси не сливают. И Шаклит не попадает. Григолаву разбейте хотя бы для верности. Да, такси отвез просто на нулях. Передачу собирается на Тоте делать. Да, Блайнд, конечно, не позволит ему стрельнуть. И вот Кенни уже, кстати, на файнал покушается. Файнал пытается отвозить назад. Ему там сбивают прицел свои. Ну, вот размен пытается делать как раз опять. Опять размен. И снова этот размен. А так было близко доставка. Соответственно, так было близко доставка. Но там такси зарешал. Такси просто решал. Григолава сейчас подожмет просто в наглую броню у Дэфи. Как раз таки у противника своего. И теперь Калиб остается один на ДДшке раздамаживать ребята из атаки. Приезжает там же Шаклит. Надо Григолава в обязательном верности раздамажить. Калиб должен ехать за ним. Броня это не шутки. Еще Фир выдвигается там сзади. Неплохо. Неплохо едет, кстати. Да, на Нитре. Так, ну Тотя стоит на страже своего флага. На размене. На страже флага, который они вывезли. И, опа, такси. Опять-таки, ты посмотри, такси просто живет. Да, Калиб его просто не увидел сейчас, в данный момент. То есть, ему даже, по-моему, не сообщили. Шаклит забирает броню. Но здесь такая броня, она очень открытая. И Григолава опять ворует броню. То есть, у ребят по броне с Григолавой договоренность какая-то, видно. Он там, это бартер использовал. И вот всегда броня, везде его. Я не знаю, как он договаривался на эти условия. Но, не знаю, постоянно человек на броне находится. Это очень большие проблемы для пингвинов, когда они там допускают. Так, ну, мне кажется, Шаклит добрался все-таки. Вот если сейчас Шаклит заберет ДДшку, вот будет, конечно, Хорячев, ребят. Ну, Кенни, конечно, успел призву. Чуть сбили ему. Эх, ну что такое? Только под руку сказал. Еще Ассертиф там упал в минус ДДшку, забрав. Как-то, как-то... Слабовато, слабовато, я бы даже сказал. Да, Файнл нужно помогать сейчас, как минимум, да. С Кенни справиться. Одного рельсовода слили. Ассертифа сливает отлично, кто там Шаклит был, да? Кенни усилил Шаклит. Да, Шаклит на ДДшке. В принципе, нормальная ситуация. Кто бы помог ему, там 4 атакующих парня. Григалаву на одну, ловит от Фера рельсу. В общем, ДДшка заканчивается, а флажок до сих пор на месте. Поэтому нужно ехать. Ассертиф вообще не спешит. Сейчас будем страдать от Григалавы. Да. Так, ну ГГРЭК забрал на своем флагштоке ДДшку. Наконец-таки, наконец-таки он это сделал. Ано Кенни, Кенни, Мамеша, не попадает ГГРЭК. Еще так же прилетают одновременно 4 рельсы от Альянсов. И Григалава просто улетает. Просто его сдувают с этого мало моста. Так, ну пока что, пока что небольшой затишь есть на карте. Да, Банг успевает проскочить, кстати, к аптечке. Ну, тут, я не знаю, 5 игроков в Пингвиновсе там было. Одного, конечно, слили. Но вот нужно сейчас что-то делать. Калибу нужно выдвигаться. Всем вообще надо ехать. ГГРЭК пытается отжать броню. Там Пати может это перекрыть ему. Возможность шага блокируется. И Фер, в принципе, страдает на одной. Одну рельсу выдать просто делает нереально. ГГРЭК, ГГРЭК, есть возврат. Это нереально. А Сердев должен сейчас блокировать с помощью своей брони. Там, выкрунтаться на Григалаве использовать. Парни ДДшку бы за контролем. Сверху просто по мощам в файнал ставят. Ох, еш. Вот это жестко. Это... А рельса от ГГРЭКа была максимально... Максимально высоко, понимаешь? Да. Он просто из окопа встрелил. Я не знаю, как бы он там попал. Его там щемили в бок. Ну, там, не знаю, тон бы приложили усилий, чтобы он не попал. Но он все равно выгнул этот корпус. Мастерство, конечно, говорит о себе. 1-0, полторы минуты. Ну, вот теперь нужно задуматься, как они вообще собираются здесь 4 перса... Ну, как бы 4 перса. 4 танка задефить. А Сердцев страдает от ДДшки. Тоти будет подхватывать максимально рельс. И просто через тыл пытается отвозить. Блайнд еще живой. Блайнд должен давать эту рельсу. ГГРЭК Дефит. Ну, ребята, кто-то должен выезжать. Кто-то должен... Одну упрек. Ну, Сердцев не отпустит. Ну, пропускают. Отпускают. Пропускают. Смотри, Кеня забрал ДДшку. Ой, опасно. Опасный момент. Ферму нужно вылетать. Файнал, в общем, не знаю, кому сколько там рельс. Должно очень много выдавать. Григолава забрал на Хантере. А Хантер это всегда опасно. И чуечка подводит меня иногда. Но и сегодня. Есть квазная. Нужно много рельс выдавать. Много. Ох, Файнал, посмотри, где Файл сидит. Файл-то засел в окопах конкретно. То есть, ну, тут... Ребята, нужно ДДшку выдавать. 30 секунд до конца. Файнал Стейдж действительно глубоко засел. Но Григолава-то на Хантере. Он может откануть очень много рельс. Файнал Стейдж подхватывает. Это же Шаклид. Шаклид врывается на свои ДД. Нет, что непоряд будет до Стаха. Проиграли. Вот это, конечно, бой. 30 секунд до конца. Просто... Это было просто жестко. Максимально жестко. Это GG пишут друг другу противники. Короче, друг другу они пишут GG. А мы так хотели пенальти посмотреть. Я действительно хотел пенальти. Ну, GG. Блин, он так мощно отыграл на своем Хантере. Он задержал... По-моему, в минус положил одного из противников. Держал его максимально долго. И при этом еще выдал рису по флажку. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.